Миф о сотворении мира вообще всего, как выглядит в японской версии, были и дзинами, и дзагами, ну сестра и брат, они же супруги, они же в общем непонятные существа, которые вот в первичном таком, то есть первые люди, которые в первичном космосе, в первичных каких-то облаках, туманах, то ли висели в воздухе, то ли сидели на мосту, то ли, в общем есть много разных версий, и скучали, потом такие подумали, а что вот под нами, вот есть что-то там под нами, там, и дзагами сказал, ну да, давай проверим, опустил копье свое, а там океан, ну он потыкал, потыкал, не, ну видимо океан какой-то вообще сплошной, больше ничего нет, вынул копье, а с него скатилось несколько капель, упали на поверхность воды, засохли, получилась Япония, вот так, во-первых, возникла Япония, то есть Япония создана богами, начнем с этого, и есть как бы вторая штука, это то, что потом император будет рожден от этих же людей, ну, как бы усаживайтесь поудобнее, сейчас будет минут на пять, наверное, рассказ, том, сидят они сидят, такие вдвоем, скучают, смотрят друг на друга, Идзанаги смотрит на нее, на себя, на нее, на себя, опять на нее, опять на себя, слушай, Идзанаги, меня волнует такой вопрос, вот смотри, я вот сравниваю мое тело и твое тело, и вот смотри, у меня тут на теле есть в одном месте вот такой вот выступ, как бы выпуклость такая, а у тебя вот в том же самом месте как будто бы не хватает, причем примерно такой же выпуклости, это вот, что это за непорядок-то такой? Говорит, да, действительно, слушай, что-то тут не так. Говорит, хорошо, смотри, предлагаю как бы соединить и посмотреть, что получится. Ну, давай, хорошо. И они стали вокруг ходить, танцевать, присматриваться, ходить кругом друг вокруг друга, и когда они встретились, она сказала, ах, какой красивый мужчина, он сказал, ах, какая красивая женщина, они это, как это сказать, Netflix and chill, и родился у них ребенок, но ребенок родился какой-то вообще чудовище, что-то неправильно, что-то тут не так пошло, посидели, подумали, что-то мы делаем не так, да? Да. Слушай, наверное, это из-за того, что ты заговорила, первое, и сказала, что вот я красивый мужчина, и как бы по твоей инициативе это все как бы произошло, да? Давай я попробую сейчас первый сказать, первый как бы тебе подкатить, и то же самое проверим. Ну, давай. То же самое проверили, и на этот раз все нормально. Она начала рожать, и как начала рожать, там не успокоишь. Горы, океан, солнце, небо, ну, ну, там охренеть, короче, вообще, как начала рожать, нет, без солнца и луны пока что, ну, короче, как нарожала, там и Фудзи яму родила, и озера, и реки, и каких-то богов там, огня, богов ветра, там, просто кошмар, кошмар. Нарожала столько, что, короче, чуть, ну, в общем, в итоге родила она бога огня, и это самое, и сама сгорела, и, короче, все. И в том числе она родила страну мертвых Йоми и ушла туда помирать в итоге, потому что, говорит, что-то я вообще устала, прости меня, и я и так родила весь мир, поэтому ладно. И пошла, короче, она в страну Йоми умирать. Говорит, только ты за мной не ходи. А этот дурак пошел за ней, пошел ее искать, говорит, я тебя с того света достану. И нашел ее где-то там в полной темноте. Она говорит, зря ты меня нашел, ну, может, я попрошусь отсюда, как-то, короче, уйти, и все. Он где-то там нашел лучинку, в общем, смог включить свет и посмотреть на нее, не на кран, ну, в смысле, вот как-то неподготовленную к его приходу в стране мертвых там и так далее. А там какой-то чудище лежит, шевелит своими щупальцами, что-то там воркочет, ну, просто нечто, а не его любимая Идзанами. И она расстроилась, говорит, вот, я же тебя просила не смотреть, да, вот так вот я теперь выгляжу, какая беда, за то, что ты на меня посмотрел, короче, я тебя лучше сейчас завалю, тут, чтобы ты никому вообще и не рассказал, что я такая и вообще. И попыталась его убить, не получилось, она наслала на него злых женщин страны Йоми, вот, вышли старые женщины, за ним погнались, ну, это демоны были, которые в такой форме были, вот, чуть его тоже не догнали, чуть не порешили, он, в общем, еле от них ушел, потом очень долго отмывался, то есть, он, короче, отмывался там постоянно, еле отмылся от этого мира мертвых, потому что он там где-то все загрязнился, какая гадость, какая гадость, говорит, просто в душ сразу захотелось, еле отмылся, и когда он мылся, вот, все, что он себя смывал, вот это падало на землю, и тоже превращалось в богов, например, в богиню солнца, аматерасу, в богиню луны, в бога вета, сузану, и так далее, и потомкам, у них дальше была своя жизнь, это тоже целая серия мифов, мы сейчас в нее погружаться не будем, но потомкам вот этой вот аматерасу является императорский дом, он весь восходит от нее, она была как бы первой и главной из тех, кто родился вообще от всей этой истории, там есть еще всякие тонкости, что бешеная эта жена все-таки Идзанами, сказала, ну раз я тебя не достал, то я буду людей убивать, вот этих вот рожденных всех, по тысяче в день буду убивать, а Идзанаги сказал, а я тогда буду строить по 1500 домов, в которых будут рожаться эти дети, ну и поэтому вообще все люди на земле умирают и рождаются, потому что это Идзанами и Идзанаги до сих пор не могут со своими спорами разобраться, вот, потому что она их всех убивает, а он их всех рожает и рожает, рожает и рожает, но там же было не только Аматерасу, там же были Сузану Ооо, еще какие-то, и вот сейчас, насколько считается, и это как-то косвенно там подтверждается, что в принципе вся эта тематика сведенного в единый рассказ мифа, это все приглаживание разных мифов, которые были на японских островах, когда их всех объединило Ямато, то вот родовым божеством Ямато как раз была Аматерасу, а, например, в Идзума в провинции и был такой регион в Японии, тоже на Хансю, на острове, только чуть в стороне, там, например, был другой род и у него все ритуалы, все поклонения, вообще никакой Аматерасу в памине нет, если мы раскапываем древнее, а они молятся этому богу ветра, понимаете, в чем тут смысл? когда вот при императрице Гэм Мэй создали вот это вот Кадзики, общую книгу такого главного мифа, то там это не просто сборник сказок, это доктрина, что ваши все боги учитываются, и Идзума, и ваш бог Сузануо тоже молодец, он тоже почитается, все хорошо, но он младший брат нашей Аматерасу, и поэтому императорский дом, он все-таки главный, а ваш дом, он все-таки как бы как младший брат, и все остальные важные дома с их богами родовыми и всем остальным, они тоже включены в этот пантеон с какими-то персонажами, но тоже на вторичных, более второстепенных ролях, и до сих пор считается, по сей день, что император это просто бог, потому что от божеств не может родиться что-то обычное, божества рождают божество, и весь императорский дом это боги, теперь вы понимаете, что другая семья не может занять трон, не потому что просто нельзя, а потому что это противоречит тому, как устроены боги, а в Японии боги очень такие, это же и боги, и духи, и вообще это слабо, например, Аматерасу иногда это солнце, а иногда это проявление солнца, там солнечный луч, иногда Аматерасу это карпускула, а иногда волна, ну короче, смысл, да, примерно такой же, то есть, создается целая доктрина, и более того, даже вот в этом государстве Рицурё Кокка создается целое министерство, которое так и называется Министерство по делам духов, которое вот как раз и занимается тем, чтобы между синтаизмом и буддизмом не было конфликтов, чтобы они договаривались, чтобы они, значит, там как-то это, то есть, то, чего в Китае, конечно, и в памяти не было, какое еще министерство духов, вы что, нормально вообще, вот, то есть, то, что для Китая было бы неприемлемо, для Японии это считается, ну а как же, как же без этого, ну, впрочем, вкалывают они и в это время, потому что,